На переддне Великого культурного свято национальностей город на днём напрымает шматлики гостей у тымлику и замежных представников бизнес-структур. Так, у межах словацких дзен у Гродня распашался экономичный форум за делом надзвычайного и полномосного посла Словацкой Республики у Беларуси Йозефа Мигаша и керавника Гродзенской области Владимира Крауцова. Представники деловых кола у Прынёманья и разных регионов Словакии тягом некольких дзен будут обмярковывать наибольшь перспективные накерунки дальнейшего супрацовництва. Татьяна Барановская протягнет тему. У першых день экономичного форума у Гродни гаудельники активно обмярковывали и максимально повышение товарооборота помеж крайнами и активизацию инвестиционного супрацовництва. У нас пока небольшие цифры внешнеэкономических связей, товарооборота, но мы считаем, что потенциал гораздо больше, и ждём от этой встречи, которая будет проходить тут несколько дней, конкретных результатов. Надеемся, что мы от чисто торговых операций всё-таки перейдём к более глубоким партнёрским отношениям, имеясь в виду, конечно, к инвестиционному сотрудничеству. Так, на территории Гродзенской области представники словацкого бизнеса могут примать удел у проектах, что скерованы на створение туристичной инфраструктуры в районе Аугустовского канала. Разглядается так самая махчимость налазить супрацовництво в глине инноваций. Базой у этом накерунку мог бы стать парк высоких технологий у Гродня. А кроме того, у Баку есть намер протягивать, развивать стасунки и в традиционных сферах экономики, особенно у лёгкой и химичной промысловости. «Найбольшую перспективу я вижу, например, в щите одежды. Что касается производства газовой промышленности, надо нам подумать, каким образом производить некоторые продукты уже здесь. Например, надо говорить о социальных вопросах, о социальной миграции, потому что нам не хватает швейных. Ну, давайте, предлагайте, наша фабрика в Словакии и определённые хорошие подготовленные швейные, чтобы поработали у нас». Подморок для развития экономичных, да и не только контакты у Йостю, приватности помеж Гродненской области и Жилинским краям Словакской республики уже шмат годзи, ниже межрегиональное погоднение, якое постоянно удосконаливается, а идеи, замыцованные документально, реализовываются на практице. «Гродненское отделение нашей торгово-промышленной палаты постоянно сотрудничает с словацкими коллегами. И особенно в последнее время это очень активное сотрудничество, подчеркиваю. Например, у нас подписано соглашение с Жилинской торгово-промышленной палатой. Конечно, прежде всего мы сотрудничаем по внешнеэкономической деятельности, а под этими сферами понимается сотрудничество и в плане спортивном, и в плане промышленных, промышленности, в плане культурного сотрудничества». Как было отзначено подчас форуму представниками гродзенских бизнес-колу, Словацкая республика для нас является перспективным экспортным накерунком. И эта встреча призвана посприять активизации знишнеэкономичных сувязей помеж краинами и регионами. После завершения форума «Словацкие дни у Гродня» его дельники смогут протягнуть обмеркование деловых стосунков в неформальной обстановке, аминавито подчас шматриких мероприемств у 12-го Республиканского фестиваля национальных культур. Субтитры создавал DimaTorzok